Молодая мать Наталья Таранова Молодая мать Наталья Таранова отлучилась в магазин, оставив на хозяйстве двух 12-летних сыновей и годовалую дочь. А когда вернулась, никого дома не обнаружила. Я побежала в милицию. Учительница пошла в школу, собрала комиссию. Вообще-то так быстро это не делается. Они в это же утро, все, я пришла домой, детей нет. Инициатором того, чтобы детей отобрали, стала местная учительница. Именно ее рекомендации послужили поводом для решения исполнительного комитета Ильичевска. Наталью Таранову обвинили в пьянстве и ненадлежащем уходе за детьми. Сначала мне рассказывали в исполкоме, что я пьяная валялась под лавочкой. Ну такого не было. Потом, ладно, была не валялась, но находилась в компании людей, которые выпивают. Чтобы увидеть свое чадо, пришлось проходить десятки обследований и даже стать на учет к наркологу по собственному желанию. Малышей таки вернули, но на испытательный срок – три месяца. Дальше будет суд. Сама женщина считает, ее пытаются подставить, ведь семья Тарановых – переселенцы из Донецка. Я еще жалею, что я сюда приехала, что они в горло вцепились и они меня шантажируют моими детьми. Все дети внешне выглядят вполне ухоженно. У старших сыновей Артура и Даниила даже есть современные смартфоны. При этом в семье работает один муж. Сейчас два дня ходит с температурой на работу, потому что если он не выйдет, он потеряет работу, а больше рассчитывать не на кого. Из социальных работников следить за испытательным сроком никто не приходит. Зато семью активно поддерживает союз многодетных семей. Я не застала никогда, чтобы она была в невтрезном состоянии. Дети постоянно были ухоженные, чистенькие. Сидели, то уроки делали, то они кушали. Дети отобраны незаконно. Люди отдел семьи и молоди просто зашли в чужое помещение, воспользовались служебным положением и украли эти детей. Вместо того, чтобы этой семье помочь, потому что семья беженцев, они таким образом отбирают. Суд назначен на 7 декабря. Предварительно пообщаться со второй стороной конфликта так и не удалось. Несмотря на рабочее время, на месте уже никого не было.